Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Ютон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбан, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательный журналист, политолог, душелюб Павел Маргулян. Тема, о которой сегодня хотелось бы с тобой поговорить, она гуляет по всем средствам массовой информации, не только Израиля, естественно, но и практически всего мира. Убийство Джамаля Хашоги, известного саудовского диссидента, журналиста, человек, который работал после того, как, скажем так, произошел во взглядах с руководством Саудовской Аравии, с королевской семьей, эмигрировал вначале в Великобританию, затем в Соединенные Штаты, был колумнистом, если я не ошибаюсь, Вашингтон-Пост. Такой серьезный человек, и вдруг его, то, что называется, на части разрезали. Уже это все доказано в Турции, в консульстве Саудовской Аравии. Почему такие вещи, во-первых, на твой взгляд, позволяют себе некоторые правители? Неужели они чувствуют, что им все это сойдет просто-напросто с рук? Особенно в случае с Хашоги это двусмысленно звучит, потому что первое, что ему сделали, как пишут, это отрубили пальцы на руках. — То есть вы решили с душелюбым поговорить о душегубах? — Во-первых, что с ним конкретно сделали, по-моему, все предположения, никто этого ничего не знает. — Нет, все снято на видео, Паш. Есть видео? — Нет, если было конкретное видео снято, снято, насколько я знаю, то, что была версия, что он снял, записал на свои часы Apple Watch, — По-моему, это звук, это не видео. Если было видео… — Это его невеста, да. А помимо этого было еще вот это видео, все записано турецкими спецслужбами, по частям уже демонстрируется в эфирах. — Серьезно? Я просто не видел и не слышал этого. — Я кадры не видел, я только читал об этом. — Я сомневаюсь. Тогда бы саудовцы две недели не молчали, или там 10 дней по этому поводу, а признались бы сразу. Они подождали, когда появилась угроза турецкой стороны, что есть запись, переданная его часами на его мобильник, который был его невестой, и что это доказывается. Тогда появилась информация, что саудовцы, напомню, это было три дня тому назад, собираются признаться в том, что он погиб в результате какого-то применения физического насилия, неудачно примененного во время расследования или допроса, который им был устроен, а собирались его вообще вывести. В это, наверное, мало кто верит, потому что есть же информация, что прибыла специальная команда, там чуть ли не 15 человек, есть съемки их прибытия в аэропорт. Саудовцы решили, смотрите, ну вот эти страны живут, видимо, понятиями, ну вчерашнего, что ли, что вот, во-первых, мы Саудовская Аравия, во-вторых, у нас друзья Соединенные Штаты Америки, у нас хорошее отношение с Израилем, по отношению с другими арабскими странами. У нас контракт на бешеные деньги с американцами. Мы там американцам с Трампом два года назад, я знаю, сколько там, несколько сот миллиардов, по-моему, да, поэтому нам все можно. Значит, на самом деле нельзя не провести ассоциацию с другим скандальным делом, во главе которого стоит фамилия Скрипаль, очень похожая, уничтожение своего человека на территории другой страны, но там разведчик, а здесь оппозиционер, журналист, который критиковал саудовскую власть, очень похоже, разве что там применение химического оружия, а здесь чисто, так сказать, видимо, разрезали кусочки. Ну, Скрипаль не был диссидентом, Скрипаль поддерживал аннексию Крыма. Ну, Скрипаль был предателем, обсужденным российским судом, я напомню, который был обвинен. То есть, для России он был предателем, и в этом плане он мог быть диссидентом не в полном смысле этого слова, но Путин же назвал его предателем и подонком, поэтому… То, что есть. Я думаю, что саудовские власти считали этого журналиста тоже предателем и подонком, и что ему полагается вот эта собачья смерть, которую ему устроили. Значит, и поэтому саудовцы решили, что окей, мы пойдем на этот риск, и, вы знаете, я вижу, что пока он оправдан. Трамп непонятно, какую занимает позицию. Сначала она была резкая, потом он сказал, что не будет отменять сделку с оружием Саудовской Аравии. Единственные последствия, которые были, это вот на экономический форум, который в Ириаде должен был быть, заявили о своем неучастии несколько крупных там компаний и персон. Google, по-моему, сказал, что они приедут и так далее. Ужасный ущерб. Ну, это, наверное, ущерб, но ужасный, я понимаю вашу иронию. Именно, да, я те самые кавычки и беру, это слово ужасный. Но скандал есть, скандал, освещение в прессе. Саудовская Аравия нанесла ущерб своему имиджу, конечно же, очень сильный такими действиями, но я не думаю, что для них будут серьезные последствия. А то, что у них женщины до недавних пор даже не имели права сесть за руль, это не было каким-то серьезным влиянием на их имидж? Как раз-таки Саудовская Аравия последние годы пошла по пути улучшения своего имиджа. Они вроде бы сейчас разрешили женщину. Они пересматривают некоторые средневековые нормы, которые были потихонечку, насколько это можно. И тут бум, они решили каким-то страшным способом убить своего. Давай с тобой представим следующее развитие этой ситуации. Да, Саудовская Аравия признает, что по неосторожности, либо еще как-то по частям разрезали, вывезли и прочее. Упал на нож и случайно споткнулся на арбузной корке, упал на нож и так 15 раз. Совершенно верно, и по частям себя разрезал. Вот всем уже как бы известно, по крайней мере, никто в этом не сомневается, что за этим убийством стоит новый правитель, фактически новый правитель Саудовской Аравии, принц Мухаммед бин Сальман. Но вот саудовцы признали, что его с должностью уволят? Нет, правителю Саудовской Аравии не будет ничего вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть я не вижу ситуации, в которой его уволят с должности, скажем так. Ну что ему сделают? Его перестанут принимать в монарших домах, в той же Великобритании, в делом доме? Нет, в Саудовской Аравии ничего особенного сделано не будет. Значит, ситуация с этим убийством поможет в информационной войне между Западом и Россией, скажем так. Россия скажет, что вы хотите от нас? Посмотрите, что делают ваши друзья. Вы им прощаете? На нас вы санкции, из-за Скрипаля там санкции, из-за этого санкции и так далее. Здесь, может быть, даже не Скрипаль, правильнее было бы сравнивать с делом Магнитского. Магнитского, может быть, но тоже самое. Тоже были введены санкции, тоже человек при странных обстоятельствах скончался. Его, правда, на части не разрезали. Но, тем не менее. Вы вспомните, есть такая замечательная фраза, широко известная. Я знаю, насколько она замечательная. Да, он сукин сын, но он наш сукин сын. Это как раз та самая ситуация по поводу Саудовской Аравии. Я уверен, что этот случай будет использован в информационной, гибридной или в каких угодно войнах, которые до сих пор продолжаются и развиваются. В самой Саудовской Аравии серьезных последствий я не вижу, что будет. Но, опять же, если мы говорим с тобой о реакции западных демократий на то, что произошло. Сегодня стало известно, что главный подозреваемый в деле об убийстве господина Хашоги погиб автомобильной аварии. И я, честно говоря, не слышал никакой реакции тех же западных демократий на это происшествие, чтобы они сказали, что это специально подстроено, что это чисто несчастный случай. Ты веришь в несчастный случай в данном случае? В данном случае, конечно, нет. Давайте так. Если вы говорите о руководителях стран, то напомню, что Тереза Мэй выступила, я буду опять сказать Скрипаля, по итогам расследования британской полиции. У нее были какие-то факты с ее точки зрения партии. Она еще не по итогам расследования. Она выступила сразу после того, как это случилось. Она выступила по первым итогам расследования и потом еще несколько раз выступала. Не было никакого расследования, она уже выступила, Паша. Был факт и объявление о том, что его отравили. Я помню, что было какое-то по первым итогам, по вторым, по третьим итогам она выступала. Здесь не было никакого расследования. Выступать основываясь на «я считаю, что это так, это не свойственно руководителю государства, это не тот уровень». Я могу сказать, что газета «Вашингтон пост» заявила редакцией, что мы не остановимся, пока этот случай не будет расследован до конца. Газета «Вашингтон пост» влиятельная. СМИ в Соединенных Штатах Америки, и когда будет доказано, или Саудская Аравия что-то признает, значит, газета, во всяком случае, я ожидаю это от СМИ, будут требовать суда над ответственными за это людьми. То есть, надо сделать все, с моей точки зрения, чтобы Саудская Аравия, чтобы ей даром это не прошло, насколько это возможно, хотя я сомневаюсь, что это вообще, в принципе, возможно. Но к этому надо стремиться, во всяком случае. Я понимаю, что… Убивать просто так людей в наше время, за это должны люди отвечать. Сегодня много, по крайней мере, то, что те средства массовой информации, которые мне попадались на глаза, и западные, и ближневосточные, эту всю историю сравнивают не только с делом Магнитского, они сравнивают еще с нашей стороной, сравнивают с американцами, которые… и мы, американцы, иногда прибегаем к тому, что мы уничтожаем своих врагов за пределами своей страны. Вот в данном случае, насколько эти вещи сопоставимы, уничтожение саудовцами Хашоги, диссидента, своеобразного, ну, скажем так, саудовского Немцова, если уж на то пошло, с тем, что мы каких-то террористов уничтожаем. Это сопоставимо или нет? Ну, это… При этом мы же, как правило, все равно признаем, что да, это мы сделали. Нет, мы не всегда признаем уничтожение террористов за рубежом. Есть случаи, когда признаем, есть, когда не признаем. Есть, когда косвенно мы что-то соглашаемся здесь. Но это, по-моему, это из серии, что если в кране нет воды, кто в этом виноват? Понятно. Потому что Израиль уничтожает, проводит точечные операции до сих пор. Это случается. Людей, причастных к терроризму и уничтожению, и убийству израильтян на территории нашей страны, за рубежом, проведению терактов и так далее. С оппозиционерами известный случай, что делает Израиль, условно говоря, с оппозиционерами. Это пример Мардыха Ивануну, который раскрыл государственные тайны Израиля. Израиль мог его укокошить 16 раз. Но он отсидел 17 лет в тюрьме. Израиль его похитил, привез в Израиль, присудил ему срок, и он отсидел в тюрьме 18. Вот так Израиль действует против тех. Даже нельзя сказать о тех позиционеров. С позиционерами у нас вообще ничего не делают. Максимум, что с ними делать, не пускать на территорию Израиля. Сейчас это очень обсуждается. Те, кто поддерживает БДС, скажем так, и так далее. Те, кто нарушает израильские законы, мы с ними… А уничтожает? Да, Израиль уничтожает людей, ответственных за смерть израильтян в тех или иных точках земного шара или в самом Израиле. То есть, наших непосредственных физических врагов, которые убивают израильтян. Мы это делаем, наверное, потому что по-другому привести к ответу этих людей не представляется никакой. Но, сравнивая с убийством оппозиционера, то это, конечно же, очень мягко выражается, совершенно некорректное сравнение. Последний вопрос, он отчасти наивный, но тем не менее. Веришь ли ты в то, что в деле убийства Хашоги возобладают нормы общепринятой демократии, когда, да, виновные будут осуждены или все закончится лицемерным поглядыванием сквозь пальцы? Во-первых, в королевстве не могут быть приведены в действие нормы демократии. Это понятно, мы уже говорили об этом. Но Саудская Аравия будет смотреть на уровень возмущений и требований к ней. В зависимости от уровня нам, возможно, пожертвуют голову какого-то ответственного человека. Но до самых верхов это дойти по определению не может. Это неприкасаемые люди. Это авария была, о чем вы говорите? Я говорю, исполнители, может быть, пожертвуют, но не выше того. Может быть, снимут какого-то начальника разведки или службы безопасности. Такого уровня реакция может быть, но вряд ли выше. В данном случае мне почему-то кажется, что знаменитое сравнение демократии с резиной вполне подходит. Какая демократия в Саудской Аравии, о чем вы говорите? Вообще, я имею в виду отношение стран западной демократии к тому, что произошло на территории, в Европе же это произошло, не где-нибудь, в Турции. Турция, да. Турция, может быть, что-то будет требовать. Посмотрим, как будут развиваться события. Но я, скорее, соглашусь, что вряд ли какие-то серьезные последствия для Саудской Аравии. Во всяком случае, санкций наверняка к ней применено не будет. Но то, что виновны русские хакеры, не скажут. Нет. Не скажут. И Путин не виноват. Здесь вряд ли. Здесь вряд ли. Спасибо, пожалуйста, за твое мнение. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok